Уважаемые товарищи, уважаемые участники конференции, всевозможным неспровергателям Маркса его гениальные идеи раз за разом, вопреки им, находят свое подтверждение. Разработав теорию прибавочной стоимости, Маркс открыл механизмы ее получения на основе продажи и использования товара особого рода рабочей силы. Другим важнейшим выводом капитала стала неизбежность перехода от капитализма к неантагонистической общественной формации коммунизму. В 20 веке деятельность Владимира Ильича Ленина обогатила марксизм новыми выводами, дала начало марксистско-ленинской традиции. Затем свое слово в марксизме сказали Антонио Грамши, Жан-Поль Сартр, Эрих Фром и другие. Несмотря на тяжелый удар, который нанесло по марксистской теории и практике разрушение Советского Союза, марксизм жив и сегодня. От идей Маркса отталкиваются такие авторы, как Дэвид Харви, Терри Игглтон, Слава Ижижик, Эммануил Валерстайн, Зигмунд Бауман, Эрик Фобсбаум. Многие их идеи заслуживают критики с позиции марксизма-ленинизма, но их мировоззренческий выбор прямо связан с марксистской концепцией. Хобсбаум в предисловии к очередному изданию манифеста Коммунистической партии отмечает, что Маркс был прав, когда утверждал, что противоречия рыночной системы, основанные ни на чем, кроме голого интереса, бессердечного чистогана, системы эксплуатации и бесконечного накопления богатства, нельзя преодолеть в рамках самого капитализма. Значение марксизма признавали даже его ненавистники. Так, бывший председатель российского правительства Егор Гайдар заявлял сквозь зубы, что марксова картина мира небеспочвенно и небессмысленно. А министр финансов Германии Пейер Штайнбрюк отмечал в 2008 году, стоит признать, что определенные части теории Маркса действительно не так плохи. Разумеется, марксизм внимательно исследуется в тех странах, где правящими партиями являются партии коммунистические. Творчески подходят к теории коммунисты Китайской Народной Республики. Благодаря этому Китай сумел избежать окостенения идеологии. Известный китайский обществовед Ван Хао отмечает, что марксизм – это не мертвая теория и не теория, оторванная от жизни. Это теория, имеющая источник в практике, развивающаяся в процессе практики, методология и мировоззрение, рассматривающая мир в непрерывном развитии. В Китае проводится серьезная научная работа по изучению трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Действует всекитайское общество по истории марксистской философии. Оно регулярно организует обсуждение научных проблем. Академия общественных наук, КНР и целый ряд научных учреждений страны изучают теорию Маркса в предложении к современным реалиям. Этим проблемам посвящаются многочисленные книги, статьи, телевизионные программы. Только что в Пекине, в Пекинском университете завершилась крупная международная конференция, которая собрала свыше тысячи участников и открывала которую товарищ Си Цзиньпинь. Назначение марксизма постоянно указывают руководители партии государства. На торжественном собрании, посвященном 95-й годовщине создания Компартии, Си Цзиньпинь заявлял, «Марксизм – это основная идеология Компартии Китая. Отказ от нее означает, что партия потеряет свой дух, свое направление. Это ключевой вопрос. Мы никогда не откажемся от своей идеологии». 23 апреля этого года на заседание Политбюро Цзиньпинь заявлял о необходимости дальнейшего изучения произведений Маркса, их популяризации и распространения среди миллионов людей. Призвав соратников не забывать манифест Коммунистической партии и другие работы Маркса, председатель КНР добавил, что только так коммунисты смогут понять истину марксизма и написать новую главу социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Глубокое изучение марксизма ведется во Вьетнаме и в Лаосе. В Ханое действует Академия социальных наук, осуществляется издательская работа. На Кубе Институт философии Университета Гаваны выпускает журнал «Маркс сегодня». Его главный редактор, известный кубинский философ Изабель Монал называет Маркса величайшим философом, который вплоть до настоящего времени оказывает самое большое влияние на всемирную историю. О влиянии Маркса неоднократно говорил и Уго Чавас в 2010 году. Лидер Венесуэлы назвал себя марксистом и сообщил, что снова штудирует капитал, который дает ему ответы на многие вопросы. Марксизм является наиболее передовой теорией в научном объяснении истории и сегодняшней действительности, добавил Чавас. Эти взгляды разделяет его преемник Николас Мадуро. Одной из важнейших проблем для идеологии и практики коммунистического движения остается вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе. Объективно таким союзниками выступают трудовое крестьянство, служащие, интеллигенция и нередко мелкая буржуазия. Капитализм угнетает их самым решительным образом. Эксплуатация крестьян отличается от эксплуатации промышленного пролетариата лишь по форме, отмечает Маркс. Эксплуататор тот же самый капитал. Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных крестьян посредством ипотек и ростовщичества. Класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян посредством государственных налогов. Как результат мелкая земельная собственность при капитализме разоряется и гибнет. То же самое касается мелких и средних предпринимателей, которые не могут выдерживать конкуренции с крупными корпорациями. О возможности союза промышленного пролетариата с другими группами населения Маркс говорил неоднократно. В манифесте открыто допускаются тактические коалиции, состоящие из представителей разных классов и социальных групп. Во Франции в борьбе против консервативной и радикальной партии коммунисты примыкают к социал-демократической партии. Цитата из манифеста. В Швейцарии они поддерживают радикалов, не упуская, однако, из виду, что эта партия состоит из противоречивых элементов. Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию условиям национального освобождения. В Германии, поскольку буржуазией выступает революционно, коммунистическая партия борется вместе с ней против абсолютной монархии, феодальной земельной собственности и реакционного мещанства. Указывая на поддержку коммунистами революционного движения, Маркс отмечает, что они всегда выдвигают на первое место вопрос о собственности, и повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран. Наследуя Марксу, Ленин выдвинул концепцию диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Антонио Грамши считал необходимым условием свержения гегемонии капитала, формирования исторического блока, союза политических и классовых сил, которые объединяются вокруг общей социальной программы пролетариата. В свою очередь Мао Цзэдун разработал теорию новой демократии, союза четырех основных сил. В него входят рабочие, как ядро Народного фронта, крестьяне, стойкие союзники рабочих, городские мелкие торговцы, ремесленники, интеллигенция и представители свободных профессий, надежные союзники рабочих, а также национальная буржуазия, союзник в известной степени и в известные периоды. Являясь широким блоком прогрессивных сил, новая демократия подготавливает победу социалистической революции. Возможность широкого союза народно-демократических сил усиливает то обстоятельство, что перед трудящимися мира стоят две основные задачи. Во-первых, борьба с местной буржуазией за свои права. Во-вторых, национально-освободительное движение сопротивления империализму, который под лозунгом свободного рынка взламывает национальные границы, расправляется с суверенитетом стран и присасывается к их экономике. История XX века показала успешность союзов рабочих, крестьян, патриотической интеллигенции, части буржуазии в ходе антиколониальной войны и народно-демократических революций. Однако распад колониальных империй не привел к истинному суверенитету развивающихся стран. Они сохраняют сильнейшую зависимость от капиталистических корпораций и иностранных держав, центров империализма. Роль транснациональных корпораций в мире продолжает расти. В последние годы в пятерку крупнейших входили американские ТНК, Apple, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Google и Microsoft. По сути, это настоящие финансовые империи. Так, Berkshire Hathaway, руководимая Уорреном Баффетом, владеет страховыми, текстильными компаниями, предприятиями строительных материалов, пищевой промышленности, коммунального хозяйства, железными дорогами, газопроводами и многим другим. Ее активы составляют почти 800 миллиардов долларов, а число сотрудников – около 400 тысяч. Глобальный характер эксплуатации со стороны ТНК подтверждает актуальность национально-освободительной борьбы, без которой невозможна эффективная борьба за социализм. В этой связи в программе Южноафриканской коммунистической партии говорится, что в 1994 году в стране произошла национально-демократическая революция. В ней широкому союзу классовых и политических сил удалось ликвидировать режим апартеида, сделать шаги к созданию демократического нерасового государства и проведению реформ в интересах трудящихся. Теперь партия выдвигает программу второй радикальной фазы национально-демократической революции. Она должна включать освобождение от диктатуры транснациональных корпораций, недопущение приватизации и ускоренную индустриализацию. Эту вторую фазу коммунисты называют необходимой ступенью к социалистическим преобразованиям. Наконец, еще один важный тезис. Глобализация капитала требует интернационализации борьбы коммунистов. Маркс подчеркивает, пренебрежительное отношение к братскому союзу, который должен существовать между рабочими партиями разных стран, карается общим поражением их разрозненных усилий. Международная солидарность рабочих гарантирует им успех, разделение же пролетариата играет на руку буржуазии. Для этого капитал не брезгует брать на вооружение дурно пахнущие идеи о национальной исключительности, идет на союз с крайне реакционными силами. Именно это мы видим сегодня и на Украине, и на Ближнем Востоке. Объединение трудящихся ориентир для левых сил. У пролетариата разных стран есть общий враг, система эксплуатации, и перед коммунистами стоят задачи организации рабочих и всей армии наемного труда в борьбе за свои права, за привитие им социалистического сознания, за твердое сопротивление капитализму. Уважаемые товарищи, сегодня Карл Маркс по-прежнему учит, потрясает, вызывает бурные споры и, значит, живет. Посвятив всю свою жизнь освобождению человека от атаков угнетения, Маркс получил за это лучшую награду – память потомков и осуществление своих идей. Спасибо.